Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука, меня зовут Русский Хован, я вас приветствую. Недавно мне тут написали в комментариях, что смеялись в голос с одной профессионалки, которая вещает в ютубе на широкую аудиторию про то, как надо бороться с болезнями, вредителями, как что выращивать, а сами развели в своей профессиональной теплице такую белокрылку, что все пришлось выбросить, потому что никакая химия им уже не помогала. Я могу только так сказать, что если в профессиональной теплице, в профессиональной оранжерее разводится вот такая вот гадость всякая, белокрылка, червецы, трипсы и так далее, то это не профессиональная теплица, там нет нормального профессионального специалиста, потому что по интернету можно там что-то почитать, нахвататься и сделать вид, что ты великий специалист, и все знаешь, и давать какие-то советы, но жизнь все ставит на свои места. Значит, там нет специалистов по защите растений, который мог бы правильно организовать мониторинг, отслеживание ситуации по белокрылке, там развешивать желтые таблицы, клейки и так далее, они должны быть, чтобы мониторить эту ситуацию, а во-вторых, там не был организован надлежащий фитосанитарный режим. Ведь белокрылка самозарождением у вас ниоткуда не берется, и вы ее всегда только приносите к себе. С улицы белокрылка в теплице не прилетает. У нас в нашей умеренной зоне та белокрылка, которая вредит оранжерейным растениям, тепличным растениям, тепличным томатам, тепличным огурцам, она у нас на улице не живет. На улице у нас живет капустная белокрылка, и это совсем другая история. А табачная ужасная белокрылка и оранжерейная белокрылка, она всегда приносится нами самими на ручках. С чем она может принестись? Ручками, да? Она может принестись с почвой, конечно, может принестись. Если каким-то хитрым образом заготовитель почв, продавец почв использовал грунты, старые отработанные грунты в теплицах каких-то, где была эта белокрылка, это вполне возможно. Второе, что может быть, это цветочные букеты, это комнатные цветы, купленные в гипермаркетах. Это все тоже может быть, потому что в таких, ну не очень профессиональных теплицах, оранжерейных хозяйствах, которые по дешевке продают какие-то и фаленопсисы там, и всякие комнатные растения, и розы комнатные, все что угодно. И все это продается в огромном количестве в гипермаркетах, они, конечно, ненадлежащим образом ведут защиту растений, и просто у них такой цикл, да, вырастили что-то и отправили на продажу вместе с белокрылкой, вместе со всеми там остальными неприятностями, которые на них были. Очистили теплицу, значит, опять посадили, пока там та белокрылка разведется, ну то не так страшно, да, успеют продать, а там люди пускай борются. Поэтому вы, пожалуйста, будьте очень аккуратны с букетами, с подаренными комнатными растениями и так далее. Не тащите это все к себе, не ставьте рядом с рассадой. Обязательно сделайте карантинный режим. Ну на 2-3 недельки поставьте в другую комнату, да, чтобы, ну, посмотреть, не разведется ли там клещ, червец, белокрылка, трипс или что-нибудь еще. То есть понятно, что надо соблюсти нормальные фитосанитарные правила и требования, если вы уже занимаетесь огородничеством или комнатным цветоводством. Но что же делать, если эта белокрылка появилась? Конечно, необходимо применять довольно сложные схемы обработок. Почему? Потому что, к сожалению, поскольку белокрылка к вам приходит извне, она уже обладает серьезной устойчивостью ко множеству различных и вот этих препаратов, действующих веществ. Ее уже чем только не пырское, ее уже ничего не берет. И поэтому надо подбирать асхомые схемы, я рассказывал об этих особых схемах. У меня есть фирменная схема по борьбе с белокрылкой, если она уже появилась. И она меня не подводит. Но есть варианты даже еще интереснее, чем, например, 3-4 химозных препарата из разных групп своевременно использовать. Вот я рассказывал, как это делать для тех, у кого белокрылка в теплицах появляется каждый раз. Ссылка будет на видео в описании к этому видео. Но надо помнить, что если от белокрылки вот уже все, вы уже опустили руки, уже ничего не помогает, есть один замечательный секрет. На самом деле с белокрылкой можно побороться даже таким самым дешевым. Но у нас 60 копеек вот за такую таблетку, 62-65 копеек вот за такую таблетку Интовира надо заплатить в каком-нибудь гипермаркете в садовом центре. Это очень-очень дешево. Такой таблетки хватает на 10 литров. Но сама по себе эта таблетка, она не подействует, потому что белокрылка уже является довольно устойчивой. Нужен усилитель. Надо вернуть белокрылке чувствительность вот к такого рода ядам. И как же это сделать? Сделать это можно только с помощью особых биологических средств. Самое главное, какое бы вы средство ни взяли, но вот мне нравится вот такое композиция грибов, бактерий, защитная. Почему она мне очень сильно нравится? Потому что там в составе есть баверия, и баверия находится в комплексе дополнительно с некоторыми другими микроорганизмами. Значит, почему мне... Ну, по крайней мере, бацилюстурингенсис тут точно есть и баверия. Значит, почему мне это очень нравится? Дело в том, что баверия имеет свойство возвращать вредителям чувствительность к тем инсектицидным препаратам, малотоксичным, в том числе таким, каким является вот этот вот интовир, возвращать чувствительность. То есть она была уже устойчива, а если рядышком баверия там еще и бацилюстурингенсис, то она становится уже опять чувствительна. Это получается очень дешево, очень доступно и безопасно. И второе, что мне нравится, что можно использовать вот такие вот синтетические средства защиты в комбинации с баверией в половинной дозе. Это означает, что мы гораздо меньше будем наносить урон как своему здоровью, так и окружающей среде. И мне, как человеку близкому к экологии, очень важно, что можно использовать половинные дозы инсектицидных синтетических препаратов. Поэтому, если вы на своей рассаде заметили, ну даже если вы не заметили, но уже в прошлом году было трипс, белокрылка, тлюшечки какие-то, там паутинный клещик какой-то пополз, то обязательно возьмите вот препарат синтетический какой-то, берите самый дешевый, самый простой, самый привычный, самый доступный. И обязательно смешивайте его с препаратом, каким-нибудь препаратом баверии. Но вот мне вот этот жидкий нравится очень сильно. И я вам гарантирую, и не надо было бы тогда выбрасывать из того тепличного хозяйства все растения для того, чтобы избавиться от белокрылки. Достаточно было бы сделать 2-3 обработки с интервалом 7-10 дней в зависимости от температуры. Чем выше температура, тем меньше интервал между обработками. И было бы все в полном порядке. Но просто надо быть профессионалом своего дела для того, чтобы и вот у тебя все получалось, да, не просто рассказывать, а чтобы у тебя все действительно хорошо получалось. Что ж, возьмите на заметку этот простой рецепт, самый дешевый инсектицидный препарат плюс препарат с баверией. Причем инсектицидный препарат можно брать в половинной дозе, а баверию надо брать в той полной дозе, в которой рекомендует производитель. Ну, в данном случае, вот в этой комбинации я возьму пол таблетки энтовира на 10 литров воды и 100 мл профит вот этого антивредителя на этот же объем, на эти же 10 литров воды. И все, никаких вредителей у вас не будет. Обязательно пользуйтесь этими рецептами, в том числе на вашей рассаде, чтобы вместе с рассадой уже из дома не притащить к себе в теплицу ни белокрылку, ни трипса, ни клеща, ни всю остальную трассу. И вы не оказались в той ужасной ситуации, как оказалась эта профессионалка, да, когда надо было все-все выкинуть из теплицы. На этом я прощаюсь с вами, до самой скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok